Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. При разработке метеостанций некоторые производители стремятся снабдить их хорошим комплектом экономичных в энергопотреблении радиодатчиков, интерфейсом подключения к компьютеру и предлагают все это за умеренную цену. Поэтому мы, проанализировав рыночные предложения, хотим с Вами рассмотреть прямо сейчас один из таких метеоприборов, разработанный компанией ТФА моделью Синус. Упаковка станции представляет собой коробку-чемоданчик, выполненную в фирменном желтом и синим цветах. Внутренняя упаковка крепкая и надежная. Открыв коробку, обнаружим комплект поставки в виде базового блока радиодатчика температуры и влажности, радиодатчика ветра, радиодатчика осадков с защитной решеткой, а также подробную инструкцию на русском языке. В основе корпусов базового блока и всех радиодатчиков использован прочный светло-серый пластик. Исключением является датчик ветра, у которого флюгер и аномометр крепятся к основанию прочной металлической консолью. Батарейные отсеки внешних датчиков герметизированы и надежно закрыты крышками с помощью винтов. Чтобы начать использоваться ТФА Синус, вам потребуется вначале разместить и включить все внешние радиодатчики. Внешний радиодатчик температуры и влажности имеет крепкий корпус с возможностью установки как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхностях. Небольшой экран позволяет контролировать измеренную информацию, не прибегая к базовому блоку. Станция может одновременно собирать информацию от пяти таких датчиков. Датчик осадков должен быть расположен согласно пузырькового уровня, встроенного в его основание. Он представляет собой коромысло и магнитный датчик, который укреплен в основании собирающей воронки, оснащенной защитной решеткой. Следует заметить, что данный датчик может измерять все же только количество жидких осадков. Датчик ветра состоит из флюгера, анимометра, металлического кронштейна и крепежной площадки с радиопередатчиком и элементами питания внутри. Крепление чашек на вал анимометра просто и надежно. Установить датчик ветра возможно на вертикальную поверхность, а лучше всего на мачту. Дальность удаления датчиков от базовой станции в условиях прямой видимости достигает 100 метров. Более подробно о местах, условиях установки и настройки датчиков вы найдете в инструкции. Давайте рассмотрим базовый блок станции и в первую очередь обратим внимание на экран. Ее корпус имеет современный дизайн и довольно компактный. Вы можете разместить базовый блок как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхности с помощью специальной подставки. Далее рассмотрим большой экран, который разделен на шесть информационных секций. Первая секция отображает информацию о прогнозе погоды, фазы Луны и атмосферном давлении. Существует семь градаций погоды в виде соответствующих пиктограмм. Сканирование фаз Луны доступно до две тысячи девяносто девятого года. Также секция содержит информацию о текущем давлении и в настраиваемых параметрах и гистограмму изменения за последние сутки. Вторая секция отдана часам, устанавливаемым сигналом и календарю на шести языках. Часы могут синхронизироваться с атомным эталоном DCF 77 либо устанавливаться вручную. Станция имеет функцию будильника в разных режимах, а также программируемую функцию дремоты. В третьей секции выводится информация о времени восхода и захода Солнца в соответствии с введенными географическими координатами и поясным временем. Четвертая секция несет информацию о температуре и относительной влажности снаружи и внутри помещения, тенденции их изменения, точки росы и уровня комфорта внутри помещения. С помощью кнопки Channel можно просматривать данные со всех подключенных внешних термо-гигродатчиков. В пятой секции отображается информация о выпавших осадках за последний час, сутки, неделю и месяц. Также здесь содержится сигнал о превышении осадками установленного порога. Шестая секция указывает направление и измеряет скорость ветра или порыв ветра. Угловое направление указывается либо стрелкой в одном из 16 направлений, либо пеленгом. Благодаря встроенному датчику температуры вы можете видеть индекс охлаждения ветром. Диапазон измерений наружной температуры составляет от минус сорока до плюс восьмидесяти градусов по Цельсию, а внутренний от минус десяти до плюс шестидесяти. Диапазон измерения влажности составляет от нуля и до девяносто девяти процентов. Точность измерений одна десятая градуса для температуры и один процент для влажности. Станция фиксирует собственную память до двухсот минимальных и максимальных значений температуры, влажности, скорости ветра и количества осадков с регистрацией их по времени и дате. С помощью кнопки Memory можно посмотреть все эти данные. Замечательная эргономика экрана, снабженная синей подсветкой, позволит читать основную информацию под хорошими углами обзора и на довольно большом расстоянии. Контрастный и сбалансированный экран вместе со стильной лицевой панелью отлично впишутся в ваш интерьер. Для управления станцией имеются восемь функциональных кнопок, семь на лицевой панели и кнопка подсветка сон в верхней части корпуса. Одним из важных элементов, о котором мы еще не упомянули является USB-интерфейс для подключения к персональному компьютеру, кабель длиной в два метра, а также необходимое программное обеспечение. Подключив станцию к компьютеру и открыл программу, вы можете сразу видеть три вкладки. На первой из них отображается комплексная информация о поступающих данных. Вторая вкладка содержит информацию в виде таблицы с возможностью указания временных интервалов. Третья вкладка наиболее объемна, так как здесь сосредоточены данные о всех измеряемых параметрах в виде двухмерных или трехмерных графиков. Также здесь имеется возможность перехода к необходимому временному интервалу. Среди прочих функций программного обеспечения хочется отметить возможность практически неограниченного накопления статистических данных с настройкой параметров, а также возможность их вывода на печать. Питание базовой станции осуществляется четырех батарей типа AA входящих в комплект. Для этого каждой из радиотатчиков необходимо всего по два элемента. Обратите внимание, что для предотвращения разряда батарей при хранении и транспортировке их контакты изолируются. Также обратите внимание, что для правильной и достоверной работы метеостанции вам придется своими руками внести начальные параметры. Некоторые из них это часовой пояс, географические координаты и высота над уровнем моря. Итак, даже поверхностный взгляд на комплектацию и исполнение всех составляющих ее частей говорит о серьезном подходе производителя к качеству изготовления станции. Станция является действительно удобным, надежным, а главное многофункциональным устройством. Гибкость настроек, многообразие функций и единиц измерения погодных условий невозможно полностью показать в одном коротеньком обзоре. Беспроводные датчики, долгий срок службы батареи и хорошая комплектация позволяют рекомендовать эту станцию для повседневного и целевого индивидуального использования. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!